приветствую 11 классников и всех любителей химии мы продолжаем изучать химию растворов и сегодня речь пойдет об электролитической диссоциации веществ в растворах давайте поставим перед собой следующие задачи развить представление об электролитической диссоциации расширить знания об электролитах и неэлектролитах сформировать понятие о степени диссоциации и продолжить формировать умение составлять уравнение электролитической диссоциации кислот солей и щелочей к началу 19 века ученые и естествоиспытатели установили что все растворы можно разделить на две большие группы не проводящие электрический ток и проводящие его немецкий физик георг ом выявил что растворы проводники проводят ток по тем же законам что и металлы проводники английский физик майкл фарадей изучил явление электролиза и установил его основные законы но главное открытие в изучении растворов еще в 1887 году сделал шведский ученый свенте арениус предложивший теорию электролитической диссоциации и в 1903 году был удостоен нобелевской премии за чрезвычайные заслуги в развитии химии сущность его теории электролитической диссоциации можно выразить следующим образом электролиты распадаются на ионы в расплавах под действием высокой температуры а в растворах вследствие взаимодействия с растворителем и способны проводить электрический ток сам процесс распада электролита на ионы и называется электролитической диссоциацией в твердом состоянии большинство ионных и молекулярных соединений это диэлектрики не проводящий электрический ток так электропроводность хлорида натрия твердом состоянии в миллиарды раз меньше чем у любого металла или даже графита и если поместить электроды в стакан с сухой поваренной солью ток идти не будет и лампочка в такой цепи не загореться в то же время водные растворы электролитов проводят электрический ток вследствие того что ионные и молекулярные соединения под влиянием полярных молекул воды при растворении распадаются то есть диссоциируют на катионы и онионы которые свободно перемещаются по всему объему раствора и могут переносить ток электропроводность электролитов обусловлена подвижностью катионов и анионов в расплавах и растворах и так если опустить электроды водный раствор поваренной соли лампочка загорается что подтверждает теорию арениуса электролит это вещество которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на катионы и онионы в растворах или в расплавах к электролитам относят соединения с ковалентной полярной и ионной связью то есть кислоты соли и щелочи диссоциация соединений с ионным типом связи ионные кристаллы состоят из катионов и онионов связанных между собой силами электростатического взаимодействия в упорядоченную кристаллическую структуру под действием полярных молекул воды происходит разрушение ионных кристаллов и их растворения с образованием гидратов ионов обратите внимание на размер катионов и онионов и на размеры самих молекул воды особенностью диссоциации ионных соединений то есть солей и щелочей является то что все вещества состоят из ионов и полярные молекулы воды только разделяют катионы и онионы затрата энергии на диссоциацию компенсируется выделением энергии на гидротацию ионов и в целом процесс протекает самопроизвольно в результате диссоциации солей в воде их ионные кристаллы распадаются на катионы металла и онионы кислотных остатков являясь хорошо растворимыми воде основаниями щелочи диссоциируют водных растворах на гидроксид ионы и катионы металлов диссоциация соединений с ковалентным полярным типом связи большинство органических и неорганических кислот растворимы воде и являются электролитами кислотах атомы водорода связаны ковалентными полярными связями с атомами кислотных остатков в полярных молекулах готовых ионов нет рассмотрим процесс диссоциации кислот на примере молекулы аж хлор в начале полярные молекулы кислоты притягиваются к полярным молекулам воды и еще более поляризуются образуя водородные связи между молекулами кислоты и воды затем ковалентная полярная связь удлиняется и становится менее прочной в результате она разрывается то есть происходит образование ионов получившиеся при диссоциации кислоты катион водорода присоединяется к молекуле воды с образованием катиона гидроксония h3 у плюс образование дополнительной связи идет по донорно-акцепторному механизму образовавшийся при ионизации и он хлора также оказывается гидротированным уравнение диссоциации соляной кислоты выглядит следующим образом для упрощения уравнение реакции в ионной форме обычно записывают гидротированный катион водорода в виде h плюс аналогичным образом под действием полярных молекул воды происходит диссоциация и других соединений с ковалентным полярным типом связи и так подытожим диссоциация включает процессы гидротации исходных молекул их поляризации разрушения связей в молекулах и их распад и образование гидротированных ионов одновременно с электролитической диссоциацией в растворах определенных веществ протекает и обратный процесс ассоциации ионов поэтому в электролитах лишь определенная доля вещества существует виде свободных ионов то есть вещество может и не полностью распастанные ионы для количественной характеристики электролитической диссоциации используют понятие степени диссоциации величину альфа выражают в долях или процентах степень диссоциации показывает какая часть электролита распалась и существует в растворе в виде свободных ионов рассчитать степень диссоциации можно как отношение числа молекул или формульных единиц электролита распавшихся на ионы к общему числу его растворенных молекул или формульных единиц а также степень диссоциации можно рассчитать по химическому количеству степень диссоциации зависит не только от природы вещества но и от концентрации электролита вероятность ассоциации ионов снижается при уменьшении концентрации электролита а следовательно степень диссоциации в разбавленных растворах больше чем в концентрированных в зависимости от численного значения степени диссоциации электролиты условно делят на сильные и слабые сильные электролиты это химические соединения которые в разбавленных растворах практически полностью диссоциируют на ионы степень диссоциации сильных электролитов близка к единице к сильным электролитам относят растворимые ионные соединения и некоторые вещества с ковалентным полярным типом связи в их случае практически отсутствует процесс ассоциации образовавшихся ионов поэтому в уравнениях отражающих электролитическую диссоциацию вместо знака равенства ставим стрелку в одном направлении в качестве примеров приведены уравнения электролитической диссоциации растворимых солей щелочей и сильных кислот слабые электролиты это химические соединения которые даже в разбавленных растворах незначительно диссоциируют на ионы степень диссоциации слабых электролитов составляет как правило менее пяти процентов слабым электролитом относится вода а также большинство органических и неорганических кислот ионы слабых электролитов находится в подвижном равновесии с молекулами которые не продиссоциировали или с веществом немолекулярного строения которое не растворилась диссоциацию слабых электролитов отображает уравнением распада со стрелками в двух направлениях если кислота двухосновная то диссоциация идет не только обратимо но и ступенчато причем на первой ступени степень диссоциации значительно выше чем на последующих вашему вниманию рубрика проверь себя ответе на предложенные вопросы для этого поставьте видео на паузу давайте проверим слабым электролитом является из предложенных кислот слабая кислота только плавиковая второводородная кислота она и будет являться слабым электролитом при диссоциации 3 моль какого соединения образуются 9 моль ионов нитрата аммония хлорида железа трехвалентного или сульфата натрия необходимо записать уравнение электролитической диссоциации всех трех солей и если из трех моль вещества должно получиться 9 моль ионов это значит что из одного моль вещества должно получаться 3 моль ионов как мы видим из одной формульной единицы нитрата аммония получается 2 иона то есть 2 моль ионов из одной формульной единицы хлорида железа 3 получается 4 моль ионов из одной формульной единицы сульфата натрия получается 3 моль ионов Соответственно, правильный ответ В – сульфат натрия. Попробуйте записать уравнение электролитической диссоциации молекулы фосфорной кислоты. Поставьте венливу на паузу и сделайте это самостоятельно. Давайте проверим. Итак, так как фосфорная кислота – трехосновная кислота, ее диссоциация идет обратимо и ступенчато в три стадии. На первой ступени образуются, кроме ионов водорода, дигидрофосфат-ионы, на второй – гидрофосфат-ионы и на третий – фосфат-ионы. Степень диссоциации фосфорной кислоты на первой ступени может достигать и 50%, но на каждой последующей ступени степень диссоциации значительно уменьшается. Уменьшение степени диссоциации связано с усилением взаимодействия ионов водорода с кислотными остатками в ряду от дигидрофосфата к фосфат-иону. Предлагаю решить расчетную задачу. Чему равно суммарное количество ионов в растворе уксусной кислоты с химическим количеством 25 моль и степень диссоциации 1,3%? Попробуйте решить задачу самостоятельно, затем проверим. Записываем дану. Нам дано химическое количество уксусной кислоты и степень ее диссоциации. Переведем 1,3% сразу в доли. Необходимо рассчитать число ионов в этом растворе. Решение начнем с записи уравнения диссоциации уксусной кислоты. Не забываем, что уксусная кислота, слабая кислота, диссоциация происходит обратимо. И мы видим, что из одной молекулы уксусной кислоты образуется 1 ион водорода и 1 ацетат ион. Следующим действием будет расчет химического количества уксусной кислоты, которая продиссоциировала. Записываем формулу. Из этой формулы выражаем химическое количество распавшихся молекул уксусной кислоты. Подставляем значение и получаем, что 0,325 моль уксусной кислоты продиссоциировала. Соответственно, образовалось столько же ионов водорода и столько же ацетат ионов. Так как 1 молекула кислоты дает в сумме 2 иона, химическое количество ионов в растворе будет в 2 раза больше – 0,65 моль. Рассчитаем суммарное количество ионов в растворе, используя следующую расчетную формулу. Выразим из нее количество ионов. Подставляем значение и у нас получается 3,913 на 10 в 23 степени ионов. Записываем ответ. Осталось только подвести итоги. Процесс диссоциации молекулярных соединений с ковалентным полярным типом связи, отличается от процесса диссоциации ионных соединений. По степени диссоциации электролиты делят на сильные и слабые. Степень диссоциации, альфа, зависит не только от природы веществ, но и от концентрации раствора. Чем более разбавленный раствор, тем выше степень диссоциации растворенного вещества. Всегда надо помнить, что сильные электролиты диссоциируют полностью и необратимо, а слабые электролиты диссоциируют частично, обратимо, а в некоторых случаях даже ступенчато. На этом все. Информацию по теме вы можете найти в учебном пособии «Химия 11 класс» и на портале «Профил АДУБАЙ». Субтитры создавал DimaTorzok